Приветствую всех любителей вязания крючком. Меня зовут Елена. На этом мастер-классе я покажу, как вяжется круглый ковер с рельефной объемной серединой и ажурным краем. Вам понадобится 400 метров полиэфирного шнура 5 миллиметров с сердечником и крючок. Я вяжу плотно крючком номер 8, но выбор крючка зависит от плотности вязания. Если вязать слабее, то крючок можно брать меньшего диаметра. Если что-то будет вам непонятно, задавайте вопросы в комментариях. С удовольствием отвечу. Надеюсь, мой мастер-класс будет вам полезен. Всем привет! Начинаем вязать. Набираем 10 воздушных петель и замыкаем их в кольцо. В кольцо замыкаем соединительной петлей. Такое кольцо у нас получается. В следующем ряду нам нужно будет связать 24 столбика с накидом. Для начала набираем 3 воздушные петли и нужно будет еще связать нам 23 столбика с накидом. Итак, вяжем первый ряд. А нам нужно связать в первом ряду 24 столбика с накидом. Вместо первого столбика с накидом мы провязали 3 воздушные петли. Нам осталось провязать еще 23 столбика с накидом в кольцо. Петли подтягивайте сразу, потому что в кольцо нужно поместить 24 петли. Это будет плотно. Чтобы у вас ложились петли ровно, сразу старайтесь подтягивать. В конце я вам покажу уже в следующем видео, как соединить кольцо. Довязали первый ряд 24 столбика с накидом. И теперь я объясню, почему я сразу не убрала хвостик. Обычно, когда в первом ряду вместо первого столбика с накидом вяжутся 3 воздушные петли, остается вот такая щель. Ее, конечно, можно, сдвинув петельки, убрать, но она потом может открыться снова. Поэтому я предпочитаю хвостик сначала завести на лицевую сторону, а потом на изнанку. Таким образом, это щель закрывается. А потом уже этот хвостик убирается вот так по кругу, внутрь. И я обычно прихватываю иголкой с ниткой. Пришиваю. Для того, чтобы во время стирки, например, он не начал распускаться. Если он начал распускаться из середины, то уже исправить ничего будет нельзя. Хотя в моей практике такого, конечно, не было. Связали в первом ряду 24 столбика с накидом. Заканчиваем ряд соединительной петлей. В третью воздушную петлю, которая была у нас вместо первого столбика с накидом, вяжем одну воздушную петлю подъема. В эту же петлю столбик без накида. Провязываем 3 воздушные петли. Пропускаем 1 столбик с накидом предыдущего ряда. И вяжем столбик без накида. Получаем вот такую арку из 3 воздушных петель. Теперь вяжем еще 3 воздушные петли. Опять пропускаем столбик с накидом предыдущего ряда. И вяжем столбик без накида. Таких у нас должно получиться арок во втором ряду 12 штук. Итак, мы закончили второй ряд. Провязали 12 арок по 3 воздушные петли, пропуская 1 столбик с накидом предыдущего ряда. То есть у нас получилось через 1 петлю мы провязали столбики без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида. Соединяем соединительной петлей в первый столбик без накида. Вяжем 1 воздушную петлю подъема. Провязываем столбик без накида в эту же петлю. И в этом ряду, в третьем, у нас уже будут провязываться рельефные элементы. Они будут состоять из двух столбиков с двумя накидами, которые будут провязываться под столбик предыдущего ряда. Уже начали вязать третий ряд, привязав столбик без накида. Еще 1 столбик без накида, провязываем в арку, в первую арку. Теперь 2 накида. В столбик, который мы пропускали в прошлом ряду, провязываем столбик с двумя накидами, не довязывая, оставляя 2 петли на крючке. Еще 2 накида, опять вводим крючок под столбик с накидом предыдущего ряда, под тот же. Опять провязываем столбик с двумя накидами и провязываем 3 петли вместе. Потом вводим крючок в ту же арку и провязываем столбик без накида и столбик без накида в следующую петлю. Первый рельефный элемент, лицевой, двойной, мы провязали. Повторяем еще раз. Вяжем столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, в арку в столбик без накида. Теперь рельефный элемент, состоящий из двух столбиков с двумя накидами недовязанных, то есть мы недовязываем, 2 петли остаются еще раз с двумя накидами под столбик без накида предыдущего ряда. Осталось 3 петли на крючке, провязываем их вместе. В эту же арку вяжем столбик без накида и в столбик без накида предыдущего ряда, в столбик без накида. Повторяем столбик без накида в арку, двойной рельефный элемент с двумя накидами под столбик предыдущего ряда. Заканчиваем третий ряд, провязали последний двойной рельефный элемент. В арку из трех потушных петель провязываем в столбик без накида и заканчиваем ряд, провязывая соединительный столбик в первый столбик без накида. Вот такой у нас получился третий ряд. Посмотрите, какой он рельефный. Смотрите, какая у него для сравнения ручка. Посмотрите, ручка. И какая толщина у этого ряда, у этих рельефных элементов. Вот они какие. В четвертом ряду у нас будут все столбики с накидом. Нужно будет провязать 48 столбиков с накидом. Первое. Мы набираем вместо столбика с накидом 3 воздушные петли. В каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем столбик с накидом. На шестом столбике с накидом мы делаем пометку. В дальнейшем нам это пригодится. Не пропустите столбик, который идет после рельефного элемента. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Помечаем этот столбик булавкой. Или какой-нибудь специальный. И так до конца 48 столбиков с накидом в четвертом ряду. Спасибо.